Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Открытая кухня. Сегодня я, Валерия Иванова, подвожу итоги этого 2019 года. Мы поговорим о том, какие темы мы затрагивали в течение всех эфиров, которые у нас были с первого и до последнего. Также я с удовольствием сегодня поделюсь новыми ресторанами, которые уже открылись в этом году, в которые, на мой взгляд, обязательно нужно сходить. Немножко приоткрою завесу того, какие рестораны планируются открываться в следующем году. Ну и, конечно же, поделюсь какими-нибудь интересными историями. И с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Напоминаю, телефоны для связи с нашей студией. Это 6721-2939, 6721-3939. Ну, а если вы хотите пообщаться по WhatsApp, задать какой-то вопрос, то пишите на номер 230-6191. Значит, я хотела бы, наверное, начать с того, что первая передача у нас была посвящена министру финансов и Мураду Юшко, ресторан Кот, завел это. Мы говорили о налогообложении в ресторанном бизнесе, о том, что эта тема настолько остро стоит и всех волнует, как выживать рестораном в таких жестких условиях. Ну и, на мой взгляд, мы затронули очень правильную и важную тему, которая должна как-то, на мой взгляд, уже решаться, меняться. Ну, как вот министр финансов пообещал, что в начале года уже будут какие-то решения. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, на такие темы обязательно нужно говорить, я повторюсь, потому что ресторанный бизнес, он действительно один из самых тяжелых, один из самых многогранных. И, конечно же, это прекрасно, дарить людям радость, дарить впечатление в виде атмосферы, в виде обслуживания, в виде вкусной еды, коктейлей, идеально подобранной винной карты. И я считаю, что наша страна, наша столица должна тоже походами поддерживать этот бизнес, потому что это действительно может потом ассоциируется у туристов со столицей, например, прибалтийской страны, где можно вкусно поесть не только местную традиционную кухню, но и отведать, например, японскую или французскую или итальянскую. Вот, поэтому у нас еще был второй эфир тоже про барные тенденции с Антоном Жилиным, еще одним ресторатором, который действительно один из таких передовых, я бы сказала, кто не останавливается на достигнутом. Совсем скоро, ну, по крайней мере, то, что я вижу в социальных сетях, чем он делится, они откроют новые заведения, это будет и бар, и клуб, и секретное там какое-то пространство для вечеринок. И будет ночная кухня, которую они практикуют уже в Cloud9, кто не знает, Никита Прибыльский работает шеф-поваром и до двух часов ночи обслуживает с удовольствием своих посетителей, не только на коктейле, да, но и на еду. Значит, третий эфир у нас был посвящен трудоустройству, это такая самая, на мой взгляд, больная тема после налогов, если даже не первая, потому что людей у нас нет, как все говорят, да, найти их тяжело, но, как я шучу, что если бы такой проблемы не было бы, у меня не было бы работы, это правда. Вот. Что от себя могу сказать нашим радиослушателям, у кого есть дети, у кого есть, ну, в окружении, да, ребята там возраста от 20 до 30 лет, посоветуйте им, пожалуйста, быть более ответственными, потому что это поколение меня, конечно, расстраивает, мне все говорят, что я уже ворчу, но мне кажется, что это настолько неуважительно, настолько безответственно, не ценить чужое время, не приходить на собеседование, обманывать, воровать, перебирать, значит, между рабочими этими местами, да, и прыгать из одного в другое, ну, это очень странно, мне кажется, что, да, безусловно, любовь живет 3 года, и там каждый сотрудник может менять свое место работы, и расти, и получать какие-то новые проекты, да, но менять каждый месяц, да, подставляя при этом своих коллег, свое соведение, это очень и очень грустно, поэтому вот у кого есть друзья, либо дети, да, этого возраста, обязательно передайте, что так делать не надо, потому что потом в Валерии начинают сидеть уже волосы, но не могу не заметить то, что в этом году летом я провела очень много собеседований именно на топ-менеджера, на директоров ресторана, и могу сказать, что наша страна, ну, полна очень интересных личностей и управленцев сильных, да, которые умеют действительно правильно распределять и финансы, и оперативную работу ресторана контролировать, поэтому не все так плохо на самом деле, да, то есть люди есть, просто их очень тяжело найти, ну, я бы сказала так, вот, но с молодым поколением, как я уже сказала, конечно, дела обстоят немножко похуже, вот. Ну, когда мы общались с ребятами, да, с Размиком и с Андрея на эту тему, с нашими гостями в студию, они сказали, что действительно здесь две стороны медали, то есть зачастую сам работодатель может не очень добросовестно относиться к своему работнику, практиковать по сей день неофициальное трудоустройство, не выполнять какие-то обязательства по договору, дискриминировать, в конце концов, своих сотрудников. Ну, всякое бывает, конечно, но я считаю, что мы должны в новом году сделать еще более углубленные эфиры на эту тему, потому что, ну, как-то нужно с этим совсем бороться и со стороны работодателей, и со стороны соискателей. Четвертая тема у нас была посвящена Рижской ресторанной неделе. У нас было два шеф-повара в студии, которые активно дискутировали со слушателями и между собой со мной на тему того, что ресторанная неделя – это больше халява, нежели какое-то вот гурме-фест или гурме-мероприятие. Я соглашусь и останусь при том же, при своем мнении, что наши гости, наши люди зачастую просто воспринимают это как за очень дешево поесть, но не ценят именно трудов самой команды. Они могут написать потом очень злые отзывы о том, что маленькие были порции, о том, что плохо было там с обслуживанием, но не понимают, что ресторан работает в это время в абсолютно тяжелых, таких суровых, я бы сказала, условиях. Их действительно делают все, чтобы расширить горизонты посетителя, показать какие-то сезонные продукты, фермерские, чем богата Латвия, море то же самое, Балтийское. Поэтому здесь, конечно, тоже нужно все это менять, прежде всего, в голове, иначе ни к чему хорошему мы не придем. Если кто-то хочет поподробнее посмотреть, эфиры все сохранены у нас в Фейсбуке на странице «Открытая кухня». Сегодня я просто вот так вот вкратце рассказываю, о чем мы говорили в прошедшие эфиры. Янис и Иван, шеф-повара тоже мишленовские, у нас были пятыми на эфире. Они представляли ресторан «Баренс» и «Фишхаус», рассказывали о том, почему в Латвии так и не удостоился ни один ресторан мишленовской звезды. Но пришли они к тому, что у нас слишком плохие дороги, чтобы добраться тем людям, которые могут себе позволить эти рестораны. Нужно еще работать и работать именно над тем, что у нас под ногами. Но я считаю, что амбиции очень здоровые. Шеф-повара у нас тоже талантливые. Я не хочу сгущать краски и говорить, что у нас не осталось там талантливых людей. Они, безусловно, есть. И у вас, дорогие радиослушатели, есть потрясающая возможность к этому прикоснуться. Именно поэтому мы и дарим всегда подарочные карты, разыгрываем подарочные карты в интересные рестораны, которые действительно очень и очень стараются и делают все, чтобы их потребитель остался максимально доволен и, более того, приходил туда еще и еще и приводил своих друзей. Шестым эфиром у нас была дегустация икры с раунокивистиком и Русланом Мальшевским. Очень был интересный и насыщенный эфир. Я помню, что, конечно, было неловко есть черную икру в понедельник вечером перед камерами, но я для себя узнала много нового. Надеюсь, что вы тоже, потому что я не могу сказать, что я там очень люблю есть икру. Нет, это скорее не мой продукт, нежели мой. Но узнать о том, как ее правильно выбирать, чем она отличается, какая она должна быть по структуре, по текстуре, как она должна правильно во рту таять, это была очень, на мой взгляд, полезная информация. Поэтому тоже, кто пропустил, можете смотреть на Фейсбуке. Ну и, конечно же, покупать только качественную икру по советам наших экспертов, которые были в студии. Седьмым эфиром у нас был Алексей Зимин, известный ресторатор, телеведущий, редактор афиши «Еда». У нас был телемост с Лондоном. Спасибо большое Кате Косяновой, нашему продюсеру, что организовала такую конференцию, если можно сказать, конференц-колл. Очень интересный тоже был эфир, и я, конечно, не могла поверить. Очень нервничала, пересматривала потом трансляцию и видела, насколько вот всё у меня дрожало. Потому что, ну, поймите меня правильно, когда ты работаешь в этой сфере давно, общаясь вот с такой звездой, дрожат коленки, потому что хочется черпать-черпать, и этих сорока минут эфирного времени, безусловно, не хватает. Ну и, конечно, сейчас Алексей Зимин рассказывал нам про Свелоновский проект, который он открыл не так давно. Мы сравнивали и проблемы с посетителями, и проблемы с трудоустройством тем же самым. Он рассказывал про тонкости профессии, о том, как команду тяжело найти, про распределение домашних обязанностей, что у него в семье, ну, в принципе, готовят все, но дети уже стали привередливы, очень говорят, папа вкуснее готовит. Ну, такой тоже очень-очень добрый был эфир, и максимально богатая, я бы сказала, интересная информация, которую вот, ну, где-то просто в гугле про Алексея не найдешь. Ну, и мне очень запомнилась его фраза о том, что русский стритфуд – это то, что едят русские люди на кладбищах, то есть всякие там салаты, пельмени, хлеб, не знаю, селедку и прочее-прочее. Вот. Дальше у нас была тема, я бы сказала, даже блок из трех передач, я думаю, что вы, как наши слушатели, должны были это уже связать. Это была более социальная тематика, мы рассматривали три таких насущных вопроса, да, это, значит, веганство и аллергические особенности в питании, сексизм в профессии и религии в ресторанах. Я напомню, о чем в каждом из этих блоков мы общались, значит, Мэри у нас была в гостях, веган, которая, ну, на мой взгляд, вообще развела все мифы о том, какие веганы могут быть, да, то есть в моем понимании, хоть я и почти 10 лет была вегетарианкой, большинство веганов очень-очень агрессивные такие, пытаются навязать свою позицию все время, что-то доказывают. Если вы едите рядом мясо, они скажут, вот этот рупоед как-то мог и так далее. Но Мэри, которая была у нас в эфире, она действительно, во-первых, рассказала о том, что нужно очень и очень трепетно относиться к своему здоровью, понимать, что это не всем подходит. А если вы все-таки переходите на такое питание, то, конечно же, нужно подробно изучать продукты и питаться сбалансированно. Тоже один из моих, наверное, любимых эфиров. Мы, конечно, затронули в тот раз и тему глютена и лактозы. Как выяснилось, да, аллергия на глютен это одна из самых-самых-самых редчайших пищевых аллергий, в принципе, да, то есть там на тысячу человек, ну, болеет, может быть, всего два, да, такой непереносимостью. Вот непереносимость лактозы – это другое дело, да, там действительно это очень сейчас распространенно, даже у кого вот есть маленькие детишки, могут посмотреть, что смеси продаются сейчас уже, да, без лактозы. Вот. Ну, к сожалению, это так, но, опять же, здесь нужно контролировать то, что нам несется в массы через интернет, через телевизор, через то же самое радио, потому что, ну, поверьте мне, многие диетологи, они просто зарабатывают на этом деньги, ведь так сейчас модно написать на какой-нибудь упаковке продукта, да, не знаю, там какая-нибудь крупа или какая-то паста, что она и без глютена, и без, я не знаю, вредных каких-то веществ, и что она там супер-веган-эко, и вообще это было собрано вручную. Люди на это ведутся, потому что, ну, сейчас такая эра, все переходят на низкое потребление, да, всего, то есть отказываются от более частого шопинга, ну, и это все-все-все-все вместе, да, вот с этими модой на эко и здоровое питание иногда переходят границы, ну, как мне кажется. Поэтому если вы все-таки сомневаетесь, что у вас есть какие-то непереносимости, бегом в лабораторию, сдаете такой тест и узнаете о себе много всего нового. Но самостоятельно, без врача, без аллерголога, без, да даже лаборанта, который у вас будет собирать анализы, никаких выводов не надо делать. Поэтому берегите себя, здоровье превыше всего, и какого бы вы ни придерживались пищевого, ну, как это даже назвать, пищевое, пищевое, давайте найдем слово, пищевой субкультуры, направления, вот, оставайтесь все-таки уважительными и толерантными к другим людям, потому что то, что вкусно и хорошо для вас, не факт, что это так для других. Вот, и более подробно мы на эту тему, кстати, вот и говорили в эфире про религии, это, наверное, был самый-самый мой любимый эфир, самый, кстати, рейтинговый, по-моему, там уже около пяти тысяч на фейсбуке просмотров. У нас были представители трех разных конфессий, кришнаит, мусульманин и иудейка у нас была в гостях, и все рассказывали о том, как они живут в современном мире, как они питаются, как они чтят давнейшие древние традиции, какие-то пищевые наставления, что, например, мусульманам нельзя есть свинину есть, определенный тоже пост, когда там вплоть до того, что жидкость нельзя пить до какого-то определенного момента. У кришнаитов больше все, конечно, связано с философией, и Угис Кугис, который у нас был тогда в студии, он был олицетворением как раз-таки, мне кажется, с этой религией, этой конфессией, идеологией, потому что он очень-очень так по-философски и мудро растолковал, с чем же связаны ограничения, например, почему нельзя, например, вегетарианцам есть чеснок, лук, что это плохие продукты, что они изначально вообще не для еды были изобретены. Ну и там, конечно, много других всяких составляющих, подтекстов и подводных камней, безусловно. Самой сложной религии, как оказалось, в плане еды, это иудаизм, потому что там, конечно, запреты безумно такие длинные. Я когда готовилась к той передаче, я там три страницы прочитала только про то, что им нельзя есть, и иногда это просто не сходится, ну, ты не понимаешь, но для представителей данной религии вполне себе очень даже комфортное питание, хотя кто-то для себя выбирает что-то среднее, но наши гости говорили, что нельзя чуть-чуть быть мусульманином или чуть-чуть быть кришнаитом, хотя я, к сожалению, в своей жизни таких чуть-чуть встречаю очень часто, кто вроде хочет и прикоснуться, и приобщиться либо к субкультуре, либо к какому-то там конфессии, какой-то конфессии, но при этом какие-то двойные стандарты имеет. Поэтому вот этот эфир я прям настоятельно рекомендую всем пересмотреть, кто не видел, посмотреть. Действительно, у нас тогда в студии собрались я как атеист, фаталист и представители трех разных религий. Очень и очень интересно. Также мы обсуждали сексизм в профессии. У нас были две красивые девушки, которых очень непростая работа. Одна из них – Эвелина, директора ресторана, другая – Маргарита. Она су-шеф в ресторане, несмотря на свой очень юный возраст, 21 год. Девушки справляются. Представьте себе эти накал страстей, когда на кухне почти всегда одни мужчины работают. В зале то посетители недовольные, то команда поругается, то что-нибудь случилось, и все это на хрупких плечах женщины и директора. На мой взгляд, просто опять же, это так же, как и с религиями, с веганством. Не нужно уходить в какие-то уже непонятные грани, когда вы начинаете быть только приверженцем какой-то идеологии и забываете про свое настоящее. Это то, что я сейчас вижу в интернете, в Инстаграме, весь этот феминизм. Ничего не имею против, но мне кажется, что нам нужно быть хорошими людьми прежде всего. И дальше уже как-то себя называет. Мы, в конце концов, люди, и название у нас есть человек, а присуждать себе там еще что-то. Я лично не очень это разделяю, но я всегда горжусь и уважаю девушек, которые стремятся к самостоятельности, к развитию. Это самое главное. А доказывать кому-то что-то, это уже говорит о том, что человек не очень живет, наверное, в комфорте и в счастье, со своим выбором. Также у нас был уже новогодний выпуск, наверное, о нем мы поговорим после рекламы. Сейчас вернемся. Открытая кухня. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Открытая кухня. Последний эфир в этом году. Сегодня у нас максимально расслабленная программа. Обсуждаем те эфиры, которые у нас были, что интересного мы обсудили. И, конечно же, я в конце программы посоветую вам, куда сходить. Расскажу, в какие новые рестораны. Мне удалось уже зайти в этом году. Ну и о каких-нибудь обязательно историях не самых удовлетворительных я тоже обязательно вам поведаю. Ну и если у вас есть какие-то вопросы на тему того, где что-то отпраздновать, куда сходить, тоже можете смело звонить нам в студию. Я с удовольствием отвечу. 6721-2939, 6721-3939. Это номера для связи. И если в WhatsApp хотите что-то написать, то номер 230-6191. Ну, а я продолжаю рассказывать вам про то, какие у нас были эфиры прошедшие. Мы перед рекламой закончили наш социальный блог про веганство, сексизм и религии. Ну и далее у нас вот три последних эфира. Два из них было посвящено уже непосредственно праздникам. Один из них был феномену сетевика, лаги. Это компания, с которой я давно очень хотела сделать интервью, потому что мне кажется, что они существуют уже более 20, по-моему, лет на рынке. И столько всего прошли, и были спады, и взлеты. Но люди все равно туда ходят. Все равно я вижу огромные-огромные-огромные очереди перед входами в их рестораны, в торговых центрах. Люди любят, люди идут туда для того, чтобы что-то отпраздновать или просто забежать на кофебрейк после шопинга. Мне кажется, что самая главная проблема наших посетителей, гостей, в том, что они не умеют ранжировать, не умеют классифицировать. Нельзя относить и Ганвэй или Деарте к ресторанам супервысокой кухни, и, соответственно, ожидать от них такого же обслуживания, такого же качества, например, еды или подачи. Есть просто семейные рестораны. Есть рестораны для посещения в свободное время, как я уже сказала, после покупок. А есть рестораны, в которые вы пойдете что-то именно отпраздновать. Это может быть не каждый день, не каждую неделю, а раз в год. Какой-то ужин, который будет вам стоить пару сотен евро, но действительно запомнится, и вы приведете этот вечер в компании своих любимых людей или любимых друзей. Вот это совсем другое. И нужно отличать и не судить всех одинаково и под одну гребенку смытать. Это очень странно, и я всегда очень этому удивляюсь, когда читаю отзывы о ресторане высокой кухни, где почему такие маленькие порции, а там как раз все нацелено на то, что вы можете попробовать и не забивать свой желудок, получить максимальное удовольствие от каждого блюда, а не насытиться одним и уже сидеть с набитым животом и все, уже ходить спать. Поэтому это все очень разное, и нужно это понимать. Последние два эфира у нас были уже праздничные, новогодние, я бы сказала, где-то рождественские даже, потому что успели мы до Рождества. Был эфир у нас с представительницей салона Генри Мун. Мы активно обсуждали тренды на посуду. У нас в студии весь стол был расставлен в красивых сетах из посуды. Различные текстуры, фактуры, цвета, как это все сочетается, что сейчас в тренде. Также Алена Коши рассказала, почему стоит все-таки потратиться на какую-то более дорогую посуду раз в жизни, чем покупать все время масс-маркет. Каждый для себя выбирает в любом случае то, что ему подходит, что ему нравится. Ну, а если вы хотите получить какую-то дополнительную информацию о том, как накрыть свой стол, завтра уже Новый год, вы можете всегда пересмотреть наш эфир. И также на странице «Открытая кухня» я выкладывала фотографии тех самых сетов с украшением, с декором новогоднего стола. Ну и предпоследний эфир у нас был посвящен алкоголю. Я еще раз проанонсирую, что мы ни в коем случае не пропагандировали ничего, и не пропагандируем, что чрезмерное употребление алкоголя любого очень сильно вредит вашему здоровью. Но в алкоголе нужно разбираться. Последний эфир у нас был супердинамичным, ну как мне, по крайней мере, показалось. Я думаю, что вы все должны были узнать для себя много нового, потому что у нас была Анастасия Виноградова, она и директор, и сомелье ресторана «Изи Вайн», которая предоставила нам несколько видов и вина, и шампанского, для того, чтобы мы могли правильно подобрать к новогоднему традиционному столу напитки и перестать покупать все по акции, по акции. Конечно, у нас тяжелые времена в стране, но себя травить и потом проклинать на утро, что почему же так плохо, ну это все оттуда идет, понимаете. Вот. Также, ну, мне кажется, что к завтрашнему дню, кто не хочет пить, например, просека, но не очень готов потратиться на шампанское, можно было вынести интересный совет из нашего предпоследнего эфира, что всегда можно купить испанскую каву или креман и бюджетно, но вкусно, почти с шампанским встретить Новый год и загадать свои желания. Ну, и сейчас я бы хотела, наверное, поговорить про рестораны, в которых мне удалось побывать в этом году, такие новинки. Очень надеюсь, что они не закроются, потому что у некоторых из них стоит отдельно рассказать, так как они произвели очень большое впечатление и вкусовое, и атмосферное, и в обслуживании. Так что, кто сейчас находится в пробке, вы себе в заметках сохраняйте, обязательно сходите после праздников. Январь, кстати, один из самых тихих месяцев, когда можно насладиться, ну, полупустыми ресторанами, потому что все уже все потратили, и идти в ресторан уже денег нет, да. Но если у кого-то есть все-таки сбережения, есть желание сходить со своей семьей куда-то, то обязательно записывайте. Открылся на углу базница с Истапу, мексиканский ресторан. Он, даже, я бы сказала, мексиканский бар, называется Маньяна. Это идеальное место для того, чтобы встретиться со своими старыми друзьями, одноклассниками, однокурсниками, познакомить свою семью с мексиканской кухней, при этом не заказывая огромные порции и не оставляя по 50 евро. Там можно набрать в стол кучу-кучу разных закусок, и такосы, и начес, и кесадилия, и все-все-все аутентично мексиканское. И прекрасно провести время за тем же, за маргаритой, за оперолем, за текилой, кто что любит пить. Это супер место для проведения времени с друзьями. И там, кстати, очень неплохие бизнес-ланчи. С удовольствием туда захожу, очень вкусно и бюджетно. Интересно, калифорнийское место Холли-Молли тоже открылось весной этого года. Сначала они были расположены в квартале Сканстас. Сейчас переехали на место бывшего ресторана Prego на Антонио с улицы Калифорнийская кухня. Ну, наверное, сейчас очень странно это звучит, но чтобы более подробно вам объяснить, что это, это различные бургеры, и поки, и суши, и пиццы просто на американский лад, где вы можете найти все для себя, что вам больше нравится. Очень красивый интерьер, все в таких пастельных татах, серф-доска, зелень. Ну, я прям действительно очень советую. Интересная кухня, и если вы устаете от какого-то направления в еде, то вот в Холли-Молли вам определенно нужно идти, потому что там вы можете попробовать все со всего мира, и при этом посидеть в очень красивом, я бы сказала, таком инстаграмном месте, обязательно зачекиниться и выложить. Интересный также концепт, и в кухне безумно вкусно, это, наверное, самое лучшее для меня открытие этого года, это ресторан Али Баба, находится он на Брун и Неку, между Бриви Бас и Тербетас, там, где раньше был, если я не ошибаюсь, узбекский какой-то ресторан, забыла название. Али Баба, что это? Это турецкая кухня, где есть различные и кебабы, и плов, безумно вкусный, и салаты, шашлык, вообще все-все-все, что вы можете себе представить с такой, ну, исконно турецкой кухней. Порции просто огромные, отличный вариант сходить с своей семьей, я имею в виду с родителями, потому что они точно оценят гостеприимство хозяина, которое каждый день там работает, все рассказывают, показывают, и если вы становитесь уже завсегдатаемым посетителем, нальет что-нибудь, спросит, как дела, угостит, сладостями, да, сладости, пахлава там потрясающие. Вот кому надоел, например, узбекский плов, вот бегом-бегом в Али Баба, турецкая культура, очень-очень интересно, и действительно, вот, ну, стоит того, чтобы провести вечер воскресенья или субботы в компании своих близких за, ну, домашней турецкой едой, вот так можно назвать. Необычный также концепт чанг-бар, это я вот все очень ждала, когда в Латвии появится что-то наподобие квартирников, которые известны в Москве, Питере, но так и не было. И тут появилось, что это из себя представляет. Обычно такие бары не имеют вывески, вы не можете о них узнать, проходя мимо, вы не увидите окон, из которых раздается там какая-то громкая музыка или неоновые огоньки светятся. Это всегда вот так закрыто, и об этом знают только свои, но там действительно своя атмосфера. Что такое чанг-бар? Это шоу-рум, где представлена одежда одного нашего местного дизайнера и уютный бар с очень небольшим количеством посадочных мест, стильной, красивой барной стойкой, авторскими коктейлями. Ну, то есть это такой бар для того, чтобы встретиться с теми, кого вы знаете, провести в камерной обстановке веселый вечер, послушать хиты уходящего года и наоборот совсем старый, там 2000-х годов, 90-х годов, так поностальгировать. При этом будете сидеть в таком месте, ну, наверное, где-то в стиле Гетсби, очень красивом, где каждая деталь подобрана просто идеально. Вот, поэтому находится чанг-бар на полке Жабрежа, можете в Инстаграме тоже найти, с удовольствием зайти на какой-то коктейль в пятницу вечером. Прям очень вам советую. Не сказала бы, что у меня все вот рестораны в этом году вызвали, новые, я имею в виду, такие ощущения, впечатления. Есть те, которые просто как-то вот средние, ну, сходила и забыла. Вот к таким относится, например, Болл-31. Все так говорили, и даже тот же Антон Жилин, который был у нас в студии, мне рассказывал, что вот, Лера, это будет просто бомба, скорее нужно идти. Кто путешествует и следит за тенденциями в еде, знает, что Болл – это такие миски и блюдца, в которых сразу много всего собрано. Это может быть рис, пакчой, креветки, кешью, авокадо, помидоры, черри, еще что-то. То есть много-много разных продуктов, которые, ну, по своей сути, очень питательные и, ну, такие, скажем, полезные. И все это под каким-то соусом. Это очень популярное блюдо, вообще оно пришло с Бали, насколько мне известно, да, когда вот такие красивые тарелки, опять же, в том же Инстаграме, все раньше выкладывали. У нас уже, естественно, это не первое место, где можно попробовать боулы, но вот именно этот Болл-31, они себя позиционировали, как только боулы, как только вот то место, где можно попробовать, там, например, рыбные с морепродуктами, вегетарианские, мясные, вот эти боулы. Я сходила несколько раз, честно, не поняла восторга. Для меня на данный момент пока что это достаточно пресно, попробовала я разные блюда и веганские, и мясные, и такие-сякие. Ну, могу только пожелать, на самом деле, процветания этому месту, потому что, ну, задаток хороший, тема интересная. Конкретно одного места, которое специализируется только на боулах, в Риге действительно нет. Вот, поэтому, ну, наверное, просто должно пройти какое-то время. Ну, а кто работает неподалеку, это тихий центр Дзирного Антониас, тоже смело туда сбегайте, потому что цены абсолютно демократические, на 4-6 евро можно поесть и, ну, я бы сказала, не набить желудок, там, картошкой фри, да, именно вот хорошей едой пообедать. Но я говорю с вкусовыми сочетаниями, с тем, что хочется запоминать этот вкус, ну, вот нужно еще поработать. Ну, как мне кажется, опять же, да, это мое субъективное мнение. Ну, и, наверное, нужно также сказать про самый главный провал этого года, что меня всегда удивляет, это то, почему ресторан готов тратить огромные деньги на рекламу в том же Инстаграме, на то, чтобы привлекать каких-то блогеров, которые снимают сторис в Фейсбук, в Инстаграм, о том, как они красиво сидят, но при этом не думать о том, что в ресторане должно быть чисто, что должен быть компетентный персонал, который умеет общаться с гостями, решать конфликтные ситуации, вовремя приносить еду, что должна быть командная работа, о которой мы говорим на протяжении 12, мне кажется, эфиров, потому что, ну, не может быть так, что официант, отвечая только за свой зал и кухня только за кухню, должна быть какая-то эффективная, коммуникация между двумя этими отделами, иначе страдает что? Страдает весь ресторан, гости пишут плохие отзывы, уходят с ужасным настроением, голодные или еще что-то, но, к сожалению, это так вот есть. Вот таким для меня разочарованием было место про Шутерия, тоже место на улице Антониос, видите, я уже тут несколько раз эту улицу повторила, у нас это прям пищеблог, как все называют уже, красивый, вот как я говорила, да, чуть-чуть ранее, инстаграм-профиль, реклама, меня это и привлекло, но все действительно ужасно, я просто не верю в то, что можно платить по 15-20 евро за нарезку из Рима, это просто очень и очень всегда меня расстраивает, потому что в конце концов мы находимся в стране, где нет санкций, где не пишется на заголовках, в газетах, я это очень хорошо запомнила, когда ехала в метро, значит, везете Хамон, вызываем ОМОН, но у нас же нет такой ситуации, здесь можно действительно придумать что-то интересное, если мы говорим про закуски к вину или шампанскому, а не просто тупо скупить вот эти, знаете, есть селекшн в Эриме, и продать это за 20 евро, меня это всегда очень сильно удивляет, зачем так обманывать гостей и считать их за дураков, что они неужели, покупая ежедневно домой какую-то потребительскую корзину, не вспомнят, что это вот то самое. Но, опять же, это было, когда они только открылись, возможно, что-то поменялось, я обязательно после Нового года отправлюсь на проверку, потому что нужно продолжать писать обзоры, продолжать устраивать тайные гости, конечно, у меня все тоже задают вопросы, Валерия, а вас вот уже узнают, вы знаете, ну, может быть, и владельцы узнают, может быть, и директора узнают, но они не всегда на месте, и вряд ли, я, по крайней мере, такого еще не видела, что на бэкстейдже, где-то там на кухне или в гардеробе висит моя фотография, и написано, вот Валерия Иванова сейчас придет и напишет про вас плохо, да, поэтому зачастую там те же официанты, они, ну, обслуживают тебя, как обычного человека, допускают какие-то ошибки, но нужно понимать, да, обязательно мы посвятим этой теме эфир в Новом году, просто, ну, разделять, да, что есть критичные ошибки, а что есть то, что можно простить, и самое главное, как персонал на это сам реагирует, то есть, они пытаются всем видом показать, что это вы дурак такой, да, ничего не понимаете, или предложить какую-то интересную вам компенсацию, комплимент, сделать скидку, извиниться, пригласить шеф-повара, что я всегда тоже советую своим коллегам, это потрясающий вау-эффект, пригласил своего шефа, шеф вышел, поздоровался, рассказал, что на тарелке у гостя извинился за то, что что-то, возможно, там официант перепутал или кухня, там мясо приготовил они с той пожаркой, но ведь уже приятно, согласитесь, вот, что можно отнести к критичным замечаниям, да, ну, что я никогда, например, не прощаю, это, безусловно, отсутствие каких-то санитарных норм, меня часто там тоже критиковали за то, что я хожу и уборную проверяю, мне кажется, что это один из самых важных моментов, если заведение не может повесить график уборки, нанять человека, который будет за этим следить, или нанять менеджера, для которого важно, в конце концов, что для их гостей было всегда чисто и приятно находиться даже в таком месте, ну, у меня тогда возникает вопрос, а что же может тогда происходить на кухне и в других местах этого ресторана, вот, поэтому такого, ну, я бы не прощала, хотя, если мы говорим про путешествия, да, если вы были когда-нибудь в Индии или еще в каких-то таких жарких странах, там, конечно, мы на это закрываем глаза и относимся к этому как экзотика, да, то есть даже если мы будем есть там руками, то это больше такой экспириенс на раз, на два максимум, но вы не будете ходить туда каждый день и говорить, что вот так нормально, да, это скорее такой экстрим, вот, а в развитых странах, европейских странах, да, все должно быть чисто, ну, на мой взгляд, так. Также, конечно, отношения самих официантов мне очень не нравятся, когда персонал путает границы, переходит на, ну, в такую уже какую-то личную беседу, да, с гостем, будь то девушка или мужчина, неважно, потому что девушки-официантки тоже себе лишнего много, очень часто позволяют, можете пообращать на это внимание, и когда, например, официанты пьют, едят, сидят в телефонах за баром, да, и при этом не стесняясь гостей, и гости могут заходить, и новые, и уходить, а с вами никто не поздоровается, и не попрощается, все потому, что персонал в этот момент занят тем, что листает ленту в том же Инстаграме, да, и, как я говорю всегда владельцам, ну, вот, что за ваши деньги происходит, вы им платите энную сумму в час, и они за это, вот исследуют просторы Фейсбука или Инстаграма, но вот, к сожалению, это так происходит, поэтому, ну, вот два момента точно, на которые я бы хотела, чтобы вы обращали внимание, ну, и, конечно, на качество еды, на то, как она подается, с какой температурой, прислушивается ли и сам официант, когда вы принимаете, когда он принимает заказ к вашим просьбам, компетентен ли он, понимает ли он, что должен обладать очень точной информацией по каждому блюду из меню, потому что, вот тоже я обещала рассказать какую-нибудь интересную историю, у нас не так много времени остается, но, я думаю, успеем, летом я была в одном из ресторанов, и долго не могла выбрать, что же, ну, заказать, и спросила у официантки, там, знаете, как бывало, бывает, точнее, предложен какой-то салат, и вы можете выбрать, с чем он будет, например, с розбифом, с сыром или с курицей, я выбрала с курицей и спросила, курица там какая, филе, или, например, штинтез, да, вот эти вот, более-более такая ветчинная часть, да, курицы, и мне сказали, да-да-да, это филе, конечно, а, ну, может быть, это странно звучит, но для меня это действительно важно, что я не ем ничего другого, если мы говорим, да, про курицу, и мне приносят копченую курицу, которая, ну, в салате, которая имеет очень специфический запах, более того, это очень сильный аллерген, я, к счастью, не аллергична, но, будь на моем месте человек с, вот, пищевыми особенностями, которые мы обсуждали в одном из эфиров, было бы очень, ну, нехорошая ситуация, вот, и, да, да, вот такое случается, поэтому, обращайте внимание, не хамите своим людям, которые для вас стараются, улыбайтесь, всегда интересуйтесь, идите на контакт с официантом, они не кусаются, наоборот, вы сможете более приблизиться к тому индивидуальному заказу и отношению, если сами будете открыты к этому общению. Я очень рада, что в этом году мне удалось воспользоваться такой возможностью и провести ряд передач на радио «Болтком». Сегодня 14-я программа по счету, я надеюсь, что в следующем году мы продолжим с вами встречаться, видеться, радовать вас, расширять кругозор, дарить призы. От себя хочу пожелать, конечно же, оставаться честными, всегда пробовать вставать на место человека, если вы его пытаетесь обвинить или не понимаете. Счастливого вам Нового года! Я благодарю Родиона Золотарева за помощь на протяжении этих 14 передач, Катю Касьянову, продюсера, которой сегодня, к сожалению, с нами нет, она отдыхает. Катя, привет! И вам, конечно, дорогие радиослушатели, тоже спасибо за ваше участие и обратную связь. С наступающим! Открытая кухня! Валерия Иванова! Спасибо!